Вот мы только сейчас делали, изучали движения, как нужно разминать, движения пальцами, палаками. И я хотела спросить, как после этого, какие упражнения сделать, чтобы руки отдохнули? Потому что все-таки это большое напряжение на суставы, на пальцы, на мыши. Очень хороший, правильный вопрос. Ну, смотри, у меня, например, в день проходит человек 10-15, сколько часов, 12 часов работы, руки не устают. Секрет в том, что, во-первых, меняется разная группа мышц. Именно для того я придумал настолько такое количество приемов. Мы то локтями работаем, то пальцами, то точки прожимаем, то корпусом нажимаем всем. То есть не руками, а корпусом продавили. То есть постоянно меняется разная группа мышц. Меня там даже кто-то спрашивал в ютубе, нафига там столько приемов? Вот именно для этого. Для этого, чтобы, во-первых, на разные группы мышц человека мы работаем, во-вторых, наши мышцы тоже по очереди отдыхают. Или какое-то упражнение мы делаем, в этот момент, ну, там что-то, эта рука делает, да? Эта рука висит. И пальцы отдыхают, как раз. В этом духе, да, да, опять с ним работаем. Пальцы отдыхают. Эта рука висит. Там будет много приемов, где мы, например, покатились на силу человека, да? Вот у нас полкорпуса получается, вот висит. Вот там, даже нога, видите, нога висит. Вторая рука работает, она что-то там делает. Локтем, ладонями, где-то делает, повторяю, все равно гулаками. Вот. Ну, то есть я недаром попал в книгу рекордов Гиннесса, 31 час делал массаж. Да ладно? Да. Ты не знала, что ли? Нет. Это было давно, 28 год. Сейчас я уже, по-моему, я стал не такой молодой, рьяный. И, соответственно, дальше, если, ну, хитрость в том, третье уже, да, что мы работаем корпусом. Я не знаю, говорю, вот он. Если одной рукой работает, да, постоянно одни мышцы напрягаются. Тем более, там, статичное напряжение, оно очень забивает мышцы. А тут мы работаем не рукой, да? Добавляем корпус, движение корпусом идет. И даже не просто корпусом, а от ноги. То есть наше движение идет от ноги. Ты понимаешь, как в каратэ удары делались? От ноги надо поворачиваться, потом бедро поворачивается, потом таз, а потом плечо и рука вперед затягивается. Постепенно, да. Так, воперед, получается, импульс больше, и тело человека мы подаем больше энергии. Бестерез, одеваем его. Опять же, там, ну, скручивающий момент, вот, когда мы расстегаем так, я не расстегаю просто руками, я расстегаю корпусом, тазом. Тренируйте таз. То есть надо еще вас принять, все эти нагрузки, как тренировка для себя. То есть мне фитнес не надо. Спрашиваю, что это фитнес, говоришь? Нет, с живыми людьми. Работаю, ворочаю живых людей. Ну, бицепс, какие. Потому что, да, вот с людьми. Соответственно, там будут приемы у нас, когда мы вот растягиваем, например, мышцы человека, а сами себя тоже тренируем в другую клетку и лопатки сходим. Будет прием, когда мы растираем человека вот так вот, да, но при этом мы ложимся, сейчас, выходим подальше, и практически ложимся на стол. Вот, у нас разгружается наша поясница. Спина работает, позвоночник как бы скручивается. В этот момент я сам себя разминаю, чувствую хруст у себя в позвоночнике. Он как бы раз, обречился, расслабился. Потом есть такой прием, мы будем работать, опять же, с руками, раздвигатель, да. Но тут, как бы, надо вот, давайте мы руками попробуем понять принцип кошки. Вот, кошка скрутилась, да, дугой весь позвоночник, голова вниз. Потом распрямилась, за два назад. Ну, прогнулась, вернее, да. А теперь то же самое, только вот мы как бы меряем, кошка пролазит под забором и распрямляется. Вот таким образом тренируется уже в этой плоскости, в сабитальной плоскости наш позвоночник. То есть, постоянно мы в работе, когда я там ноги, например, массирую, да, я не просто вот массирую руками, пальчиками, да, а пританцовываю. Вот, корпус тела идет, сноги на ногу, сноги на ногу. Останно идет тренировка. Когда работаем там с бедром противоположным, вот эта нога мутается. То есть, я перенес весь корпус тела на свое бедро, разгрузив поясницу, таким образом, да, и подкачивая ногой, я даю мне расслабление. И таким образом, у нас у самих бывают, так скажем, профессиональные болезни, весь день проводим скручившись, да, в три погибели. Вот, разгружаем в себе вот эти поясничные мышцы, ягодичные в том числе. Иной раз я даже, ну, потихоньку скажу, я ногу даже вот так вот ввожу назад, и с этой стороны стена, ну, по стене ногой. Ну, как показать, то есть, плашмя расслабляет себе ступню, да. Потом, когда будем работать с руками, принимаем вот такую позу. А там нога полусогнутая, подсольте, пожалуйста, вот так развернули, да. Вторую ногу напрямую на катку поставили. Вот, смотри. И вот есть такой прием, когда мы тянемся, растягивая задние мышцы. В данном случае мы работаем с человеком, поставим ножку. И сами себе растягиваем и работаем. То есть, у нас идет постоянная разминка, а человек-то все равно уже не видит. Мы разминаемся, берем его в ногу, например, да, и поднимаем ее на бицепс свой. Бицепс все качаем. Ведем руку на распрямление. У нас трицепс накидается. Нет, вот распрямилась рука. Кулаком пошли, а рука распрямилась. Бицепс работает на распрямление. Ой, трицепс. Бицепс работает на сгибание. Поднимаем ноги человека, да, вытягиваем его и сами тянемся тоже назад. Когда работаем спереди, со стороны головы, или со стороны ног, да, специально стоим далеко, чтобы его промерять и растянуть свой позвоночник. Как бы как ныряем, как будто уплыву. То есть, постоянная разминка, чередование мышц, оно приносит то, что мы хорошо фитнесом позанимались, в бассейн сходили, и вот осталось не более того. То есть, такой боли нет ни в запястьях, нигде. И для сбрасывания, ну, если действительно есть какая-то проблема с болями, да, такими, то, как правило, на конечностях я заканчиваю, ну, как конечности, это локти, руки, ноги, да, я сбрасываю, ну, человека тут нет на столе, допустим, вот его ноги-то лежат, да, то я сбрасываю с ног энергию и свои ноги тоже. Ну, да, что-то, разминка. Разминка, да, разминка. Это в процессе работы делается, поэтому это незаметно. Самая хорошая разминка, если действительно есть усталость, да, то это вот просто встать, расслабиться и покрутиться свободно всем корпусом, всем позвоночником. Представь, что он тебе весь крутится от шеи, от черепа до копчик. Хаотично все стороны. Ну, если уж говорить про энергетику, если мы, как бы, боимся, что натасчем на себя энергетическое что-то, да, то есть такой прием, но его только надо делать на земле. В здании, там, на полу, как бы, меньше эффекта, желательно большими ногами на земле делать буквально одну минутку. То есть мы вдыхаем, поднимаем, как бы, руками энергию вот снизу живота, выше, выше, выше. Окучили ее, ну, как бы, руками все обняли, да, как ауру, да, и сбросили через открытый рот вниз в землю. И опять тут теперь с ног с себя все поднимаем, поднимаем, все очищающий такой огонь, вот эту всю сажу, грязь, все через себя поднимаем и сбрасываем в землю. Ну, достаточно так пять-шесть раз делать. Знаешь, у самого на душе, как бы, так, фу-то, конечно, очистилась, да. И растянули позвоночник, да, вот этими вескими рывками вниз. И такая работа, ну, свобода сразу появляется в теле. Так что, в принципе, все нормально, работа. То есть люди пугают, говорят, да ты там без ног останешься, устанешь, не сможешь разминать. А по факту мы тоже, ну, то есть мы массируем человека, одновременно и себя тоже. Есть такое, есть, да. Нет, вот это сейчас ты это поняла, а многие же не понимают в том-то и дело. Многие работают, знаешь, как механически. Научили делать вот так, потом он стоит вот так вот сюда на одном месте, все время наклонившись, да. А когда мы разминаем себя, то и вот это вот опускаем, да, вот эти все встряхи мне. То, соответственно, все проходит. Можно работать, можно побеждать. В книге рекордов Гиннесс попадает, я вам рекомендую. И еще один приемчик, очень простой. Это берем, вытягиваем свой позвоночник, руки разворачиваем и тянемся вверх, на носочки, головой еще выше, голову еще выше, выше, выше тянем. Да, 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 повторяйте. Ну, вот этот еще прием для растяжения собственного позвоночника от черепа до, ну, практически до середины лопаток. Не у каждого получится с первого раза, ну, попробуйте. Вот прямые ноги встали. Вот этими местами захватили себя за основание черепа, вот, и наклонились резко вниз, примерно на полметра вперед, вот туда. И позвоночник, вот, выдернули прям на череп, прям в пол. Можно с доворотами, с такими поворотами головы, только не в губ, тянешь, а вот туда, вот туда. Когда вот хрутишься, вот так прям, в сторону, да. Ну, я не знаю, слышно-неслышно, но у меня там прокрутилось сейчас все. То есть, вот, разгрузили сами себе все, мы молодцы, порядок. Да, да, сейчас. Так что, мотайте себе, ребята, на ус. Это была рубрика «Вопрос-ответ». И не забудьте подписаться на канал Академии Телесно-ориентированных практик. С вами был Олег Лагудвин. Пока-пока. С вами был Олег Лагудвин.